Этого учить очень тяжело и себя заставлять очень тяжело. Изначально каждый хочет, чтобы было просто, но это то, к чему стоит стремиться. Меньше кода. No code is more flexible than... А, это сокращение. Фраза звучит полностью так. There is no code is more flexible than no code. Имеется ввиду, что на самом деле самый удобный код, это тот, которого нету. Я знаю, при проектировании очень часто закладываются в классы функции, которые будут использоваться. По факту они там живут очень долго. Потому что их... Нет, на самом деле страх того, что ты боишься их выделить, потому что думаешь, что где-то в каком-то месте они еще используются. А потом тебе она нужна, и ты пишешь еще одну сверху. Не во всех... Не все покупают решатку себе, да. Только в шарпах есть решатка. Да, решатка. Optimize for happiness. Это на самом деле рекомендация заказчику. Ну, заказчику, менеджеру, я не знаю. Давайте людям оптимизировать код, давайте им возможность сделать лучше. Это очень тяжело на самом деле. Ну, как бы, но это нужно выбивать. И это делает, на самом деле, счастливыми всех. Вообще всех. Да, и относительно тузов, вот это очень сложно, наверное, для вас всех, потому что заказчик диктует очень часто, чем пользоваться. Ну, у нас на проекте, например, было так, что мы с Димой, например, пользовались разными тузами, и все было отлично. Да. То есть, как бы, мы пользовались тем, чем нам было удобно всего. Вот, у него был линукс, у меня винда, он пользовался эклипсом. Либо Стэна говорил, да ты задолбал, давай ставь винду. Ну, это не был альтиматом. Не хочу фиксить. Это не был альтиматом, за меня. Ты страдал. Код спикс. Просматривайте код. Наконец-таки, ну, кто-нибудь, все-таки. Замейтесь его просмотром. Он, ну, он очень много может чего о себе рассказать. Ну, при этом ты материшься, конечно, но, блин. Это, на самом деле, очень прикольная практика. Ты говоришь, кто это сделал? Кто это сделал? Комитов, это ж я. Хороший код. Десять минут матов. Говорят же, что очень сложно разбираться в чужом коде. Особенно, когда через полчаса понимаешь, что это будет код. Код незнаком. Open Doors. Делайте RSS, это просто. Серьезно. Ну, это реально просто. Закрытый RSS, ну, делайте. Очень удобно. И, на самом деле, за границей очень много кто не пользуется. Если кто не пользуется тут. API тяжелее. Пока что я встретил только одно нормальное API. Это Twitter. И все. Не, серьезно. Единственное API в жизни, которое я не глючил, это Twitter. Ну, ребята молодцы. Что я могу сказать. Ну, у них, правда, мало функционалов. Ну, скажем так. Но зато у них load. По сравнению с Facebook. Ну, у них load. У них одна база данных. Помни об этом. Правда, 16 по Facebook. Много кеша. Поэтому так часто об ОКП сети. Ты знаешь, в чем прикол? Они сейчас уже дошли до 100 миллионов пользователей. И я там думаю, ребята будут уже как-то. Даже напрягаются очень сильно. Тарам-тарам-тарам-тарам. Документ. Кто любит бюрократии, поднимите руки. Ну, это тяжело доказать, опять-таки, заказчику. И все говорят, пишите, 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 пишите. Но зачем? Ну, серьезно. Чтобы он вначале подумал, а потом тебе придется думать. Ну, обычно ты знаешь насчет заказчика. Обычно заказчик тоже говорит в одном смысле. Ну, чтобы, типа, когда ты уйдешь, чтобы другой парень пришел и что-то сделал. Дима, ты читал то, что я написал? Нет. Я ушел. Никто не читал. А у вас, конечно, не будет читать? Ну, больше не будет читать. Ну, серьезно. А я бы не читал. А вы, например, читали? Ну, это заказчик. И что, он думает, что он хочет? Ты не зря писал. Я могу рассказать реальную ситуацию относительно мега громадных реквайрментсов. Мы в банке разрабатывали бизнес-реквайрментс, технический, ну, полный пакет реквайрментсов от А до Я. Начиная там от бизнес-аналитиков, системных аналитиков. Я был системным аналитиком. Я там, ну, тоже дофигища написал всякой фигни. Но мы все равно не успели. И все равно в конце оказалось, что есть куча функций, которые мы делали в последних пару месяцев, потому что их забыли учесть. Но это вот тоже самое. С другой стороны, если написано, то ты знаешь, что делать. И они потом не меняют свое решение. Потому что ты показываешь вот. А если ты не показываешь вот, то они говорят, блин, а я, по-моему, говорю по-другому. Ребята не умеют работать со скрамом. Где тут лучше? Почему со скрамом? Это на предыдущем проекте. Но там не было скрама. Пост-ланч. Ну, тут такая маленькая ремарка относительно, кто любит, не любит беты. Беты умерли в 2004-м. Кто до сих пор их пишет, тот лох. Пожалуйста, translate the last sentence to Gro. Because she is joining us. Подожди, а почему нет беты умерли? Или вы понимаете? Ну, хватит прикрывать свои ошибки батой. Они все равно будут. И после того, как ты берешь бету, все равно будут ошибки, но уже не будет беты. Так все равно все называют свои беты? Это как магазины, где написано промоушен 10% всю жизнь этого магазина. Булла все продукты беты до сих пор. Ничего страшного. Это вы можете запускать для себя внутри. Не надо юзера пичкать батой. Нет, так ты его пичкаешь, но говоришь... Булла все продукты беты. Никогда не станут. Так поэтому они потом убрали этот логотип беты со всех сторон. Ребята, это ну как бы... Мы просто привыкли и не замечаем. Проверенная статистика, можете найти другую. Я персонально против этого. Если вы любите писать бету, любите видеть бету, вам так спокойнее, пишите. Все беты не созданы. Совет не фиксить некоторые баги. Как бы странно это не звучало. Если их никто не заметил. Если хотят чистый бейскэмп. Если заканчивать. Что хочешь? Чистый бейскэмп. Чистый бейскэмп, да. Зайди базу данных. Чистый бейскэмп. Не комметьте туда баги. В чем проблема? Просто докладывай. Ну как бы на самом... Почему просто докладывай? Я на самом деле очень люблю эту штуку. И я это воспринимаю очень персонально. Какой бейскэмп? Конечно. Бейскэмп я на самом деле за некоторые моменты очень не люблю. Я могу сказать за какие. Но в целом очень хороший продукт. А других претензий нет просто. А по другим проектам есть. Типа джеры только. Как бы вот и все. На самом деле книжка больше. Она в принципе рассказывает больше о запуске стартапов. Так что если в принципе кому-то интересно вообще запускать какие-то свои внутренние проекты. Ну и учесть от себя. Я бы посоветовал прочитать. Недавно вышла книжка «Рывок». Которая сейчас продается на Амазоне в печатной версии. Потому что я не грел только в электронной версии. И в принципе какие вопросы? Расскажи пожалуйста о ваших проблемах, которые у тебя возникли при разработке вашего проекта «Овы». Ну вот что вы не сделали не так как книги и ты вот понял это. Когда ты набрался опыта. Изначально мы начали думать… И расскажи про что такое «Овы», потому что не все знают. И про рекламируют. Это маленькая реклама от нас. Это мы с Юрой занимаемся маленьким стартапом для себя. Очень простая луза. Она делает скриншот, заливает на сайт и адрес. А ты знаешь о том, что она делает скриншот? Ну конечно, ты сделаешь скриншот. Нет, она очень сильно прятается. И только на новый год ты узнаешь о том, что она все время делала скриншот. Говорит ему, когда надо делать скриншот. Эта вещь нужна была мне и Юль для того, чтобы скидывать заказчику с фразой «It works for me». Флумби, в чем отвечаешь? Нет, конкурентов много, конечно. Честно говоря, мы пробовали делать по Гейтингрилл. То есть там на самом деле есть только рисование и ссылка на скриншот. Концепция такая, что чем проще, тем лучше. Есть полно скриншот-систем, которые делают это все. Но, как правило, большинство даже из них предоставляет тебе возможность фотошопа. Ну, практически. Ну, я в Флумбе вообще ничего не видел. Там есть только заскринить. Я не знаю, только в Флумбе, извините. У нас другой конкурент есть. Коммерческий проект. А вот и...